Телекомпания Веневисьон представляет Соня Смит Мигель Де Леон Федро Лопес Адольфо Кубас Арнольдо Бетанкур В многосерийном телевизионном фильме Мария Селеста В фильме снимались Рафаэль Бресеньо Эрнесто Балси Аранхель Делфин Маурисио Гонсалес Кристина Овин И Другие Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Композитор Адольфо Бруссо Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Маурисио Гонсалеса Ни минуты не сомневалась в этом Я тоже Поэтому Теперь нас уже никто и ничто не разлучает Считай Что это начало Начало нашей совместной жизни Я так счастлива, милая Даже не верится Я не знаю, что такое любовь, но К вам я испытываю Ни с чем не сравнимые чувства Должно быть, я люблю вас Раньше со мной никогда такого не было Видимо, это и есть любовь Дорогой мой Не может быть Это не Ираня Это Другая девушка Не может быть Чтобы это была моя внучка Дон Патрисио Патрисио, что с вами? Не волнуйтесь, Дон Патрисио Видимо, вы еще не совсем здоровы Если бы я знал, не стал бы показывать эти снимки Дон Патрисио Успокойтесь Я сейчас вызову врача Подождите Спокойно, спокойно Все хорошо Прости, Виолетта Не хотел тебя оскорбить Я не наружно Извини Ты не виноват, Самарио Не за что извиняться Я сама все затеяла И не чувствую себя оскорбленной Поэтому Не стоит просить прощения И раскаиваться Напротив Нет, Виолетта Извини Я правда не хотел Добрый вечер, Селеста Мама Селеста должна жить с нами Здесь Там ей больше нравится Какие проблемы? Да нет никаких Просто здесь она была бы в полной безопасности И обеспечена всем необходимым Мама, денег у нас хватает Что вы хотите и ранее? Купить ее Мама, ради Бога, не надо так говорить Селеста должна получить то, что принадлежит ей по праву Конечно, она очень щепетильна Но клянусь, что Впредь буду относиться к ней с уважением Только Пожалуйста, мама Сделайте так, чтобы она вернулась И ранее А почему вы так настаиваете, чтобы Мария Селеста жила с нами? Поймите, мама Все очень просто Я этого хочу, потому что она моя сестра Итак Вы боитесь, что она останется в пансионе? Или Хотите следить за ней? Признайтесь и ранее Чего вы добиваетесь? Ты должна одуматься Этого не может быть Это безумие Дочка Ты не представляешь, как мне было стыдно Что скажут люди о тебе, обо мне О нашей семье Дочка Бросай все Еще не поздно скрыться от позора Давай Уедем в круиз По Европе Пока здесь не улягутся страсти Мама, пожалуйста, не плачь, успокойся Как же мне не плакать? Ты бы слышала, что говорили родственники жениха Милая, мне так неудобно перед ними Как теперь выходить на люди? Прошу тебя, дочка, умоляю Перестань валять дурака Пожалуйста Мама Я сама распорядилась своей жизнью Что бы там ни было Я решила Остаться с этим человеком По-твоему это называется Валять дурака Но тем не менее Я сделала свой выбор Это так Мама Мое место рядом с ним Я сама так захотела К счастью Или на свою беду Я избрала именно этот путь Вот и все Мама, прости меня Но сейчас я не могу тебе уступить, мамочка На сей раз Нет, мама Так ты и есть Самарио? На самом деле у него другое имя Это прозвище Меня Меня зовут Агуденьо Познакомься, Самарио Это доктор Сантьяго Аспуруа Он, в общем Ее жених Очень приятно Сантьяго Аспуруа Самарио мой лучший друг Вернее, один из лучших друзей Потому что есть еще Чито Чито Это доктор Сантьяго Аспуруа Мой жених Очень приятно Мне тоже Хосе Родригес Выходит, ты и есть Жених? Теперь ты мой Словно это прекрасный сон Но это не так Ты со мной только пока спишь И это Ненадолго Что ты видишь во сне? Конечно, тебе снится она Андрес, если бы я могла стать героиней твоих снов Но это невозможно Ты такой красивый Доктор, прошу вас Не оставляй меня Я не Химена Я Амелия Знаю, что Амелия Не уходи, ты нужна мне, Амелия Очень нужна Пустите меня, доктор Не оставляй меня Одного Вы не хотите мне верить, мама Всегда слушайте только Марию и Селесты Видно, забыли, что я ваша дочь Ирания Как вы можете Все, что я делала в жизни, делала только ради вас И никогда не забывала, что вы плоть от плоти моей Ни одна мать не откажется от своих детей Тогда, мама, зарубите себя на носу Вы всегда должны быть на моей стороне Что бы ни случилось Кто там? Войдите Сеньорита, Ирания, скорее Дону Патрисию плохо Что с моим дедушкой? Пошевеливайся, давай Что стоишь, как мумия Что мне делать? Собери снимки, пока не вернулся Мануэль Давай Ирания, Мануэль, на помощь, скорее Сюда, скорее Что с моим дедушкой? Не знаю Что произошло? Я не уверен Да ладно, негритенок, не понимаю Как ты можешь во мне сомневаться? Ты меня? Обижаешь? Нет, Консуэлла Этого не может быть Ты кобыла, а от лошади родятся жеребята Но ни в коем случае не ослы Единственный осел здесь это я Самый большой осел по всей округе Какой же ты глупый негритенок У белых собак тоже бывают черные щенки Не часто, но бывают Не приставай, Консуэлла Ты меня обманула Это не моя девочка Как это не твоя? Да она просто божий дар Ее сам Господь послал Знаешь почему? Потому что означает Эволюцию расы Да, эволюцию Это ежу понятно Я не интересуюсь ежами Только ослами Сам-то как был, так и останусь ослом Черным ослом Очень черным Но с этим покончено Покончено Знаешь, почему я был ослом? Потому что платил за то, чего ни разу не видел Эта девчонка не моя Хватит Консуэлла Теперь ты скажешь, кто ее отец Так как я им не являюсь Ты меня обманывала Признавайся, Консуэлла Кто он такой? Кто отец Виолетты? Рад познакомиться с тобой, Виолетта Так ты кузина Марии Селесты? Да? Точно Мы не так давно знаем друг друга Но я люблю ее как родную сестру Сантьяго, это здорово, что ты теперь Селеста Вы очень подходите друг к другу Правда, Самарё? Может и так, Виолетта Хотя откуда нам знать? Ведь мы только познакомились Разве не так? А ты что-нибудь скажешь? Скажу На все воля Божья Не говори гоп, пока не перепрыгнешь Что ты имеешь в виду? Что не поверю, пока не увижу ее в свадебном платье Зря ты сомневаешься Скоро они предстанут перед алтарем Да, Сантьяго Да, Селеста Пока не знаю А я знаю Мы с тобой поженимся Ладно, тогда мы уходим, чтобы не мешать влюбленной парочке Нечего здесь торчать Пошли, ребята Мы пойдем погуляем Когда же придет скорая? Позвони, Октавия Должно быть, они уже в пути, сеньорита Вот-вот приедут Ради бога, что произошло? Почему он упал? Понятия не имею Что вы сказали моему дедушке? Отвечайте Наверное, показали свои снимки Неужели вы это сделали? Послушай, Сантьяго То, что вы сказали насчет свадьбы Это серьезно? Или просто хотели подразнить ребят? А как ты думаешь? Я не знаю, что думать У вас такой грозный вид Просто не понимаю, почему эти ребятки вообразили Будто ты можешь достаться кому-то из них С чего бы это, а? Отвечи Перестаньте, Сантьяго Я же сказала, это мои друзья Не думала, что вы такой ревнивый Да Больно много у тебя дружков Ради бога Пять минут назад вы обещали, что больше не будет беспричинных ссор И что же теперь? Хотите взять свои слова назад? Хорошо, вы правы Синьорита У меня нет повода для ревности А тем более глупо Вот именно Ревновать к твоим друзьям Потому что теперь Это и мои друзья С этого дня у нас все будет общим Согласна? Да Я ревную Да Ведь я люблю тебя Алло Сантьяго, где вы? Немедленно приезжайте Дедушке очень плохо Крестный заболел Позвоните доктору Суаресу И немедленно везите его в клинику Уже выезжаю Да, конечно Выезжаю Я поеду с вами Спасибо, любимая Я хотел об этом попросить Пойдем Минутку Нужно кое-что найти Я мигу Надо же, как повезло этому Прощелыге Я столько времени добивался ее любви А он пришел И пожалуйста Что ж, пути Господни Неисповедимы И вообще Непонятно, чего ты так переживаешь Если в утешение Бог послал тебя Вели Титу Не зли меня Соблюдай дистанцию Не болтай, а то я тебе Голову оторву Меня ничего не связывает с этой девушкой Кроме дружбы Понятно? Да, но учти Невозможно спрятать то, что бросается в глаза Попробуй спросить у Виолеты Как она относится к вашей Хваленой дружбе Самарио готов к употреблению Клиент созрел Видела бы ты, сестренка Как страстно он меня целовал Наконец-то удалось заарканить парня Я очень довольна Отлично, сестра Только расскажешь об этом потом А то меня ждет Сантьяго Кажется, у Дона Патрисио приступ Его отвезли в клинику Завтра поболтаем, ладно? До свидания Завтра? Завтра будем сплетничать, как две кумушки Послушай, милый Такое случается? Конечно, это необычное явление Оно связано В общем Я не знаю медицинских терминов Но кажется, то ли с протосомами То ли с хромосимами Хромосим... Не помню Хочешь запудрить мне мозги Рассказом о хромосомах? Точно, точно Именно так они и называются Концело Даже не знаю, как быть Ну, хорошо, поверю тебе на слово Надеюсь, это правда Сам посуди, дорогой Какой мне смысл врать? Пойми Если я говорю, что ты отец моей девочки Значит, так оно и есть Ну, ладно, любимый Мне пора Теперь ты доволен, не так ли? Иди ко мне, баклажанчик, улыбнись Узнаю своего мавра Наконец-то Пока, Концело Пока Теперь я могу уйти со спокойной совестью Я люблю тебя, негритёнок Так люблю Прощай, моя ненаглядная хромосома Господи Видел знойную дамочку, которая выпрохнула отсюда? Да, заметил Единственная женщина, которой удалось обвести меня вокруг пальца Хочу подкинуть тебе непыльную работёнку Выясни, кое-что для меня Знаешь, Селеста, этот старый ворчун очень много для меня значит Без него я никогда бы ничего не добился Не дай Бог, с ним случится беда Ведь он Как родной отец мне и всей моей семье Несмотря на то, что говорят люди Он очень добрый и великодушный человек Милый, всё обойдётся Ваш крёстный обязательно поправится Честное слово Подожди, дед, не умирай Ты не успел исправить завещание и сделать меня своей наследницей Ты не можешь со мной так поступить? Пожалуйста, живи Живи Тебе рано отправляться на тот свет Потерпи ещё немного Приди в себя Пожалуйста Дедушка Не умирай Вот так, Октавия, лучше и быть не могла Да уж Старик не станет терпеть внучку, которая выставляла себя на показ Сыра не и покончена Раз и навсегда Представляешь Теперь дед околеет Так и не переписав завещание Таким образом Я остаюсь наследником Правда Придётся делить его с проклятым Аспуруа Но всё же вышло по-моему Разве я не гений, Октавия? Гений, Октавия Гений Почему, Химена? Почему? Доченька Нам всем пришлось сражаться за место под солнцем А у тебя всё складывалось Так благополучно Зачем ты так необдуманно поступила? Зачем связалась с человеком Который заставил тебя отказаться От спокойного будущего Никчёмный прохвост Почему? Почему ты так со мной поступила? Почему так поступила с ним? Андрес этого не заслужил Ни Андрес Ни твой брат И уж, конечно, не ты Пусть не, дорогая Над миром воцарилась тишина И только я храняю твой сон Стоя на страже безоблачного счастья Чтобы лицо твое всегда озаряла радостная улыбка Я люблю тебя, Химена И клянусь, ты ни о чём не пожалеешь Всё Всё погибло Ничего Не осталось, Химена Химена Всё будет хорошо, любимый Время лечит Посмотри Я здесь, рядом с тобой В конце концов это пройдёт А я умею ждать Консуэла, ты здесь? Я уже помолилась с Аритой Собираюсь лечь в постель Завтра поговорим Завтра Я очень переживаю Пожалуйста, открой на минутку В чём дело, Сарита? Господи, что ж такое? Представь, Консуэла Амелита ещё не вернулась Обычно в это время она уже дома Может, с ней что случилось по дороге? Как ты думаешь? Что могло произойти? Ну, откуда же мне знать? Позвольте узнать Почему вы приехали Сантьяго, Мария и Селесты Проклятая Тихоня Чем вы занимались? Я вас спрашиваю Говорите Сделайте милость Отпустите меня Не забывайте, где вы находитесь Как себя чувствует крёстный? Как мой дедушка, доктор? Состояние критическое Всё решится в ближайшие Несколько часов Пока что он в опасности Странно Он в точности выполнял Все ваши указания Был в прекрасном Расположении духа И неплохо выглядел Не правда ли, Октавия? Ты можешь подтвердить Что лечение шло успешно? Это ещё не всё Патрисия почти выздоровел После инфаркта Кто знает, почему так получилось? Может быть, узнал Дурную новость Или с кем-то поссорился Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тебе не хватает только носилок И кислородной подушки Нетрудно догадаться, что ты там высматриваешь Старый козёл Просыпайся, мой ненаглядный Доброе утро, Самарио Виолетта Как спалось? Я тебе кофе принесла Спасибо, спасибо Чего тебе? Да так зашла посмотреть, чем занимаешься Чего надо? Ничего, просто принесла кофе, Самарио Кофе? Самарио, что скажешь? В этом пансионе сервис, как в пятизвёздочном отеле Любовь зла Виолетта, куда ты подевалась? Меня зовут Пора идти Пей на здоровье Спасибо, спасибо Ай да сервис Ничего себе Кофе в постель Спасибо, очень кстати Почему, Сантьяго? Почему только ей? А мне? Кто меня, сироту, утешит? Это я, внучка Дона Патрисио Бедная, несчастная и расстроенная Почему ты принёс кофе этой новоиспечённой родственнице? Отвечай Потому что кроме неё он никого не видит А Спуро помешался на Марии Селесте Поздравляю тебя с возвращением, Патрисио Опять пришлось спасать твою жизнь, с которой ты так небрежно обращаешься Да, приятель На сей раз Ты чуть было не умер Я уж думал, всё кончено Учти, ты должен беречь своё сердце И хоть раз в жизни послушать моего совета Сейчас ты очень слаб Так что не вздумай сопротивляться Тебе всё ясно? Неугомонный старик Впредь надо быть осторожным, Патрисио Договорились? Не спорь, Октавия, ступай Но почему? Я не хочу уходить Пожалуйста Октавия, сделай милость Взгляни на себя в зеркало Кошмар! Твои морщины С каждой минутой их становится всё больше и больше Правда? Конечно В твоём возрасте женщинам вредно проводить бессонные ночи Кожа моментально стареет, Октавия Такси! Такси, такси, такси! Давай, давай, приедешь домой Примешь ванну Отдохнёшь Выспишься Станешь свеженькой Хорошенькой А потом Мы встретимся Вечером я приеду выразить соболезнования И поцелую тебя Садись в такси, да поживей Видишь, мы задерживаем южжение Скорее, скорее садись Давай, давай До скорой встречи Чао, крошка Тиберио Перейра Ты женишься на мне Мне нужен только ты Только ты Чем ты веселее, тем красивее Благодарю за комплимент, сеньор Купертино Хотите кофейку? Да, если ты его сварила, может и у меня Поднимется настроение Сахару положить? Нет, не надо Не надо Пейте на здоровье Спасибо Представляю Как гордился бы твой отец Такой красивой дочкой Признайся, ты похожа на него? Или вся пошла в маму? Наверное, я взяла от обоих понемногу Мама говорит, что я унаследовала папин боевой характер Правда? А чем занимался твой отец? Да так, знаете, всем понемногу Начал с того, что мыл посуду В баре В баре? Да, в баре Потом постепенно разбогател Открыл собственное дело И купил колонну грузовиков Колонну грузовиков Короче, чтобы вас не утомлять Скажу напоследок, что у него был мясокомбинат Свой Свой? Мясокомбинат? Не верится, правда Твой батюшка был Был всесторонне развит Уникальный человек, ничего не скажешь Целый калейдоскоп талантов И добродетелей А что было дальше? Где теперь твой Образцово-показательный отец? Ирания, прекрати ради Бога Тебе не кажется, что это слишком Ирания? Сейчас не время для подобных выходок Хватит скандалить и капризничать Вы некрасиво поступили с Антьяго К тому же она всего лишь... Довольно Мария Селеста не виновата Извини, что не проявил должного внимания Я не знал, что ты тоже хочешь кофе Впрочем, тебе нужен ромашковый чай Чтобы успокоиться Вы правы, Сантьяго Простите мне это ребячество Дело в том, что я Ужасно переживаю Боюсь за своего дедушку Пожалуйста, Сантьяго Не оставляйте меня Не уходите, Сантьяго Не оставляйте меня одну, пожалуйста В общем, я никогда не видела папу Он умер еще до того, как я родилась Какая жалость Послушай, а как же фотографии? Наверняка у твоей матушки сохранились его портреты Нет, ничего не осталось Она постаралась избавиться от грустных воспоминаний Представьте себе, я даже не знаю, каким был мой отец Купертину Что за допрос ты устроил моей дочери? Да нет, нет Учти Я не доверяю полицейским Так что будь осторожен Сила небесная, куда подевалась эта девочка? Пресвятая дева, спаси и сохрани ее Где она может пропадать столько времени? О, Господи Что? Что случилось? Амелия Доброе утро Новый день лучше всего начинать с сытного завтрака Как самочувствие? Амелия Что произошло? Неужели мы с тобой Мы с тобой Неужели Как и будешь спать целый день? Ты вернула мне сон и покой Спасла от страшных мучений Никогда не оставляй меня, любимая Нет, не получится Не получится Почему? Я тебя уже противил? Нет Теперь ты обречен терпеть меня до конца своих дней Просто я проголодалась Пойду куплю что-нибудь поесть Не могу же я есть хлеб с луком С луком вкуснее? В холодильнике только луковица И та уже проросла Так что дай мне денег Денег? Ну да, монеты Купюры Купюры С этим сложнее, сеньора Такого добра здесь не водится Сантьяго, мне страшно Если с дедушкой случится беда Что я буду делать? Не волнуйся Он поправится Неизвестно Простите Это вы, сеньор Сантьяго Аспура? Да, сеньорита Вас вызывают в реанимацию Спасибо, еду А вы куда собрались? Ну-ка быстро идите сюда и рассказывайте Что между вами произошло? Октавия Октавия, ради бога Что с доном Батрисио? Почему вы его оставили? Дону Батрисио никто не нужен Он все равно умрет А вот вам есть о ком побеспокоиться Ваши доченьки вот-вот укокошат Друг друга Отпустите меня и ранее Я не потерплю такого обращения С этим покончено Покончено? Нет, Селеста, ничего подобного А теперь слушайте меня внимательно Немедленно оставьте Сантьяго в покое Иначе вам не сдобровать Не угрожайте мне и ранее Вы мне не мать Я вовсе не обязана отчитываться перед вами Вот как? Сейчас убедишься в обратном Нет, и ранее Нет Не вздумайте трогать Селеста Ясно? Отойдите от нее Как ты себя чувствуешь, Крестный? Сам понимаешь, Сантьяго Жду паромщика, который доставит меня на тот берег Не будь таким пессимистом Ты сумеешь выкарабкаться Сумеешь? Нет Нет, Сантьяго Может быть Это мои последние слова Пожалуйста Дай мне высказаться По-моему, тебе лучше полежать молча и отдохнуть Слушай меня Слушай внимательно Потому что ты единственный, кому я могу доверять Я знаю Ты никогда меня не подведешь Хочу попросить Об одном одолжении Только ты можешь сделать так Чтобы я умер Со спокойной душой Конечно, говори Только не волнуйся Ты же знаешь Я на все готов ради тебя Тебе известно Как я обрадовался Когда нашел свою внучку И теперь Я стараюсь Уберечь ее От всевозможных неприятностей Я хочу Чтобы ты женился на ней Крестный, но Нет, нет Я буду счастлив Видеть Ираню рядом с тобой Только тогда Смогу Уйти С миром Женись на ней, сынок Пожалуйста Женись на ней, сынок Музыка Смогу 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok